Пересмотреть изменения ставок в новом налоговом кодексе предлагают представители бизнес-сообщества. Сегодня десятки бизнесменов собрались в столице для того, чтобы обсудить актуальные проблемы налогообложения в Казахстане. В чем заключаются основные новеллы проекта нового налогового кодекса, поделится Асимжан Жизбаева. Сегодня в Астане предприниматели и налоговые эксперты обсудили актуальные вопросы сферы и поговорили о принятии нового кодекса. Многие пункты, которые собираются внести, не устраивают представителей малого и среднего бизнеса. Убирается розничный налог, упрощенный режим и будет новый совсем режим. Уже встречается налоговое администрирование, то есть больше шансов, что к вам выйдут на налоговую проверку. По данным Минфина, по упрощенной декларации на сегодняшний день работает около двух миллионов предпринимателей, а в режиме розничного налога больше 30 тысяч. На деле субъекты бизнеса продают больше установленного ограничения, за что должны платить соответствующие налоги, подчеркнул вице-министр финансов. Все должно быть по закону. Для розничного налога в проекте заложены чуть ниже уровни. На сегодня, если 2,2 миллиарда, мы ставим ограничения до 500 миллионов тенге в год. 2,2 миллиарда – это налогоплатищик каждый день должен продавать на 6 миллионов тенге. Какой-то малый бизнес – это уже состоявшийся большой бизнес, и он должен платить соответствующие налоги. Это принципиальная позиция Министерства финансов. По словам вице-министра, новый налоговый кодекс примут уже в следующем году. Он будет простым и удобным для применения. Эксперты считают, новшества позволят увеличить конкурентоспособность казахстанских товаров и, как следствие, стабилизировать цены.